Итак, как победить саранчу и что будет, если ее не победить? Глава областного Минсельхоза Михаил Маслов заявляет, отступать некуда, позади само аграрное будущее Оренбуржья. Ну, начну с цифр. На самом деле, на сегодняшний день более 600 тысяч гектар заселений саранчевыми. Заселение. То есть, от рождения и саранча проявляет свой активный образ жизни. То есть, это заключается в том, что гибель сельхозугодий. На сегодняшний день обработано всеми видами и способами. То есть, виды какие-то способы. Значит, авиация, 8 бортов, 397 бочек различных модификаций и 8 разольных установок. Обработано на сегодняшний день 320 тысяч гектар. На сегодняшний день, значит, я хочу сказать, что с пониманием относятся к этому вопросу, значит, и все сельхозтоваропроизводители, всех форм собственности. Значит, мне очень приятно, что сегодня этому вопросу уделяет очень большое внимание губернатор, потому что, на самом деле, вот те средства, которые выделяются, они выделяются и подконтрольно расходуются по всем районам. Сегодня люди работают с полной отдачей. Но дело в том, что ее сегодня настолько много, что по большому счету, то есть, не то, что не хватает сил, а, значит, она имеет свойство двигаться. Поэтому мы сегодня принимаем все меры. Но вопрос еще в том, что у нас все-таки граница. 1876 километров граница. Это 170 тысяч гектар, то есть, федеральных земель, как мы их называем. Да, мы сегодня, Юрий Александрович, то есть, и министр сельхоз обратился к большому министр сельхозу, то есть, к министру Федору Николаю Васильевичу с просьбой на федеральных землях оказывать помощь и федеральному центру. Значит, пока нам никто не отказал, обещали 30-50 миллионов, но мы же сами понимаем, да, ложка дорога к обеду. Если мы сегодня не получим, то, понятно, будем делать затраты свои. Значит, ну, дело в том, что если мы затраты свои не сделаем, то мы прекрасно понимаем, даем себе отчет, что на будущий год ее будет в несколько раз больше. Неурожай, саранча и, как итог, резкое падение показателей сельхозпроизводства. За всем этим стоят люди, потомки первоцелинников и потомки их потомков. Люди продолжают жить в условиях, когда, кажется, сама природа говорит им, нечего здесь делать, спасайся кто может. А люди живут и не просто живут, а работают. В поле, на фермах, в сельских школах и больницах. Они по-другому не умеют, всегда так жили. Но недовольство и обиды накапливаются. Потому очередной визит губернатора, который Восток объезжает по несколько раз в год, это повод высказать наболевшее. Понятно, что от этого дождь не падет и рай вокруг не настанет. Но Юрий Берг, как правило, очень внимательно слушает, а потом говорит, чем конкретно может помочь. Скажите людям, изменится ли они или нет? Вот таким глобальным вопросом встретили губернатора, жители села Обильное Адамовского района. От звучного названия населенного пункта и одноименного хозяйства одно название и осталось. Сегодня в Обильном, в изобилии запустения, отчаянии и проблемы. Причем отчет этих проблем местные жители ведут, как ни странно, не с начала 90-х годов прошлого века, а десятью годами позже. Тогда у хозяйства появился новый собственник. Я здесь с 68-го года. При мне уже сменилось пять директоров совхоза. Но такого безобразия еще не было. Старожила Обильного обличительно беспощадной. Нынешний директор довел хозяйство и всех его жителей до ручки. Всех оставшихся жителей, тех, которые никуда не могут уехать, в то время как другие уже уехали в поисках лучшей доли. Мужики все у них, у женщин, все на севере работают. Если сегодня не дали зарплату, завтра не дали зарплату, послезавтра не дали зарплату. Кто? А дети едут, кушать хотят. Зарплаты нет, потому что нет урожая. Как мы уже говорили, в Адамовском районе четвертый год засуха. Но не только в этом причина, считают местные. С ностальгией вспоминая прежнего директора Михаила Колосова. А губернатор вспоминает, точнее припоминает местным, почему Колосов ушел с поста 10 лет тому назад. Горькими слезами плакал. И плакал, знаете, от чего? Плакал от того, что предали его те, кому он всю жизнь положил. Тогда жители Обильного, держатели акций хозяйства решили подзаработать. В принципе, желание понятное. Но заработок сложился от продажи этих самых акций новым собственникам, которым прежний директор был не нужен. Все сначала было хорошо. Народ покупал машины, жилье детям и внукам в Орске. В общем, жил припеваючи. Правда, недолго музыка играла. Начались проблемы, которые несколько лет подряд усугубляют засуха. Глава сельсовета сидит без копейки денег. Потому с просьбами, отремонтируй мост, почини водопровод и так далее, обильницы обращаются к губернатору. Вот я вам даю слово, что я не исчезну надолго. Будем надеяться. И вот так же встану и буду отчитываться перед вами по решению этих проблем. Уже этим летом здесь должны почувствовать изменения к лучшему. Ждать осталось недолго. А вот Людмила Дружинина, пенсионерка из райцентра Адамовка, ждет уже 8 лет. Ждет, пока местные власти переселят ее из дома, в который каждую весну приходят вешние воды. Так было в памятном женщине и ее супругу в 2005 году, когда хозяин, стоя на крыше сарая, отталкивал шестом льдины, чтобы они не порушили весь дом. Тихая степная речушка Жарла весной превращается в стихию. Ее русло заросло и не пропускает лед. Он образует заторы, и вода идет вширь. Тогда, в 2005-м, разлив разрушил 75 саманных домов. Их владельцы давно живут в новостройках на севере поселка. Живут не все. Обложенный кирпичом деревянный дом Дружининых устоял. И с тех пор по весне регулярно затапливается, вызывая сочувствие многочисленных комиссий. Ой, боже мой, как вы, бедные, терпите. Все, посочувствовали и забыли. А забывают, потому что супруги, которым не хочется жить в разрухе, каждый год после ухода воды начинают подмазывать, подбеливать, подкрашивать. И к лету дом выглядит, как сейчас, вполне сносно. Гнилые полы и сырые стены надо еще разглядеть. А так дом не валится и ладно, перекантуются как-нибудь. Очевидно, так рассуждают районные власти, которые о проблеме Дружининых и еще нескольких семей вроде как и не знают. Зато теперь знает губернатор Юрий Берг, пообещал найти решение застарелой проблемой. В ходе визита губернатора выяснилась одна деталь, которая, как говорится, уже не в одни ворота. Оказывается, в здешних селах перестали печь хлеб. Местные пекарни позакрывались, и хлебобулочные изделия сюда завозятся из Орска и соседней Башкирии. Непонятно, почему никто из селян не возобновит хлебопечение. Ведь на встрече в том же обильном губернатору жаловались, что хлеба не могут купить порой по несколько дней. То ли люди совсем руки опустили, то ли нет у них ни сил, ни жирания реанимировать выпечку хлеба, то ли еще что-то. Но факт остается фактом. Жительница Оренбуржья не продает, а покупает хлеб. Чем дело кончится, неизвестно, но, похоже, такая ситуация здесь всех устраивает. А вот ситуация в Кваркинском районе из другого разряда, но тоже ничего себе. Как бы вам, уважаемые телезрители и горожане, понравилось, если бы вы вдруг узнали, что для того, чтобы снять с банковской карточки заработанные вами деньги, нужно совершить поездку километров эдак заста. Покрутите пальцем у виска или посмеетесь? Вот только не смешно учителям школы села Уртазым Кваркинского района. Чтобы получить наличное, они проделают именно такой путь до райцентра, где находится ближайший банкомат. Губернатор, услышав такую новость, пообещал, цитирую, очень задушевный разговор с руководством Оренбургского филиала одного из ведущих банков. А теперь промышленный аспект восточной поездки губернатора. Точнее, промышленно-социальной. В Медногорске Юрий Берг посетил одно предприятие, которое год назад рвануло с места в карьер. В производственном смысле этого слова. В карьер щебеночной. Потом, правда, начав за здравие, кончили за упокой. Остановкой производства. И вот очередной старт. Надеемся, уже навсегда. Ровно год назад, в июне 2012-го, на Медногорском щебеночном карьере было так же шумно и пыльно. Правда, здесь тогда присутствовала и традиционная красная ленточка. Она была столь же традиционно перерезана при торжественном открытии карьера. Три месяца ударных трудов, а потом внезапная тишина. Тишина на объекте. А вот в офисах тем временем тихо не было. Это собственники нового бизнеса разбирались, кто из них главнее. Выясняя отношения, забыли про рабочих. Те сидели без зарплаты, а потом сообщили об этом Бергу. Берг вмешался, взяв слово с хозяина производства, что тот напряжение снимет. Это случилось дней 10 тому назад. Другую часть карьеры выкупили у других собственников и запустились буквально недавно. Самое главное, никогда не надо обижать людей, чтобы люди не страдали. И поверьте, я ему спокойной жизни не давал. Всего даже не расскажешь, как не давал в этой спокойной жизни. Самое главное, что предприятие работает. Бизнесмен заявляет, что три четверти прошлогодних долгов по зарплате он уже погасил. На карьере почти сохранен штат рабочих. Почти значит, что 40 человек все же ушли. Но вся техника в наличии, есть портфель заказов и амбициозные планы поучаствовать в не менее амбициозном транспортном проекте. Сейчас вот мы при поддержке медно-сердного комбината приобрели дробилино-сортировочную фабрику стационарную. Там до 15 августа произведем реконструкцию ее. Она будет производить только железнодорожные фракции. Это щебень 3050, который в кубовидной форме пойдет на строительство скоростных дорог. А в Кваркинском районе губернатору показали мастерский участок местного подразделения Оренбургэнерго. Теперь энергетики будут заступать на работу, имея нормальные бытовые условия. Раньше эти условия создавали вахтовый вагончик да струя холодной воды из уличной колонки. Сейчас полностью оборудовали нас. То есть и комната отдыха есть, комната для приема пищи, теплая стоянка автомобилей, что самое главное. У нас очень зимы холодные, теплой стоянки до этого не было. Руководство Оренбургэнерго заявляет, что, во-первых, создавая возможность комфортом отдыхать, от работников ожидается большая отдача. А во-вторых, этим можно привлечь к профессии энергетика здешних жителей. Народ в сельской местности хорошей работы и хорошими заработками не избалован. Политика Оренбургэнерго и Моросковолги такая, что в селах должно быть присутствие постоянных энергетиков. Мы должны надежно снабжать электроэнергией. Ну и, соответственно, культура производства. Вы смотрели «Акценты» – общественно-политический проект компании ОРТ «Планета». Другие итоги уходящей недели в одноименной программе для вас подведет Олег Кривенко. Я же с вами прощаюсь. До встречи ровно через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова